Лет сколько-то назад, еще в бытность министром культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой, чтобы видеть вас, а вы видели меня, привозили, через Москву путешествовала Джоконда и решили показать ее. Стояли огромные очереди и считалось, что победить это невозможно. Можно, Серов победил. Так что более четырех сотен тысяч человек посмотрели это. Это что-то фантастическое. Я, знаете, говорили, что, ну, конечно, это вот ажиотаж, а продлять выставку никто не пойдет. Неправда. Позавчера очередь была колоссальная, правда, вся очередь интересовалась, где же те двери, которые выбили. То есть первый был вопрос, и потом столько появилось всевозможных картинок. Я понял, что я нечестно будет, если я вам хоть что-то... Вы наизусть, наверное, уже знаете, думаю, ну как же не показать. Итак, мой герой и наш с вами герой Валентин Александрович Серов. Ну вот тоже странное дело. Назвали его Валентином, а называли всегда Антоном. Вот так странно, даже письма читаешь, Шалябина, написано в Аганковский переулок Валентину Серову, дорогой Антон. Каким-то двум разным людям. Почему? Потому что называли Валентоша, Тоша, так в итоге Антоном он и остался. Поэтому, когда я буду называть его Антоном, не подумайте от того, что я уже зарапортовался, а просто я вам рассказываю так, как было на самом деле. Вообще, выставка была приурочена к 150-летию Серова, ну уж если совсем честно говорить, то ему уже 151 год, потому что родился он 6 января 1865 года. И родился он не в простой семье, в семье композитора Александра Николаевича Серова. Каждый день же какие-то новые анекдоты про Серова рождаются, про эту выставку, правда, про эту очередь. Вот вчера один из последних я услышал, когда люди говорят, что мы пойдем на Серова, потому что человек, который поет «Мадонна, я люблю тебя до слез», плохо рисовать не сможет. Так вот, исполнитель этих песен, он тезка Александра Николаевича Серова, был очень известный в те годы композитор, автор оперы «Юдив», наверное, самая известная, где пел Шаляпин. И друг Вагнера, между прочим, проводил немало времени на даче у Вагнера, брал с собой и сына. И, конечно, предполагали, что мальчик станет композитором, но вот у всего своя судьба, свое предначертание. И случилось так, как случилось. И тоже странное дело, когда Александр Николаевич женился, а женился он вот этой красавице слева, которая на фотографии, ее звали Валентина Семеновна Бергман. Она была помоложе у мужа, лет на 30, может, даже побольше. Семья, конечно, была против, говоря о Вале, а помнись вообще за кого-то в уходе замуж, он старик, но сердце уж не прикажет. И вот, когда случился этот брак, то странная была договоренность у родителей. Они сказали, если родится девочка, назовем в честь отца Александрой, а если мальчик, в честь матери Валентины. Логично было бы наоборот, но свои были, видимо, какие-то образ мышления у этой замечательной семьи. И вот тоже удивительно, ну, казалось бы, Валентина Серову, мать художника, но портрет-то должен быть? Нет портрета. Не когда Серов уже стал известным портретистом и посадил мать перед собой, она сказала, я не буду тебе позировать, потому что я вижу глаза не сына, а художника, который знает обо мне больше, чем хотелось бы мне самой. Но ее портрет есть. И портрет этот написал Илья Ефимович Репин, царевну Софью он писал именно с матери Серова. И когда я готовился к своим прогулкам по Третьяковской галерее, вот к этому разговору, я прочитал много книг. И моя самая любимая книга, это написано дочерью Серова, Ольгой Валентиной. И она пишет, что бабушка хотела, чтобы я хотя бы стала музыкантом. Издевалась над мной, страшно стояла надо мной, но музыкантом я так и не стал. И когда у нее говорили, Ольга Валентин, а почему не стали музыкантом? Она отвечала, а вот представьте себе, стоит над вами такое лицо. И говорит, а правда, это про ты портретная, просто чтобы вы не думали, что я придумал. Вот ее, если она юна, там чуть постарше, когда позировала Репину. В общем, в итоге композитора из Ольги не получилось. Она пишет, что бабушка моя была единственным композитором в истории, чья опера шла на сцене Большого театра. Правда, это шла, Уриэля Коста называлась опера. Но Оля внучка, она пишет, что триумф был невероятный, бабушку едва ли не выносили на сцену. Но если быть честно, ее выносили со сцены, потому что провал был страшный, всего несколько представлений. Но если говорить честно, то по факту биографии действительно опера Валентины Серовой на сцене Большого театра несколько раз шла. И вот юный Антон, как его называли, юный Валентин. И вот когда родители отправлялись на дачу к Вагнеру, ну или потом в каких-то других местах, они все время сыну давали листочки, думали, ну будет ноты писать, что мама пишет ноты, папа пишет ноты. А он же писал что-то, правда. Но когда они подходили, они ахали, он лошадей рисовал. Причем он был такой добрый, он говорил, ну ведь лошадям же четыре ножки мало. И он рисовал пять, шесть, ну больше тринадцати никогда не рисовал. Ну тринадцать было. И Валентина Семеновна, она была очень такая женщина непростая, и она как-то решила порвать самый любимый рисунок сына. Он ей простить просил, но не забыл никогда. И потом так вот получилось, бывают же странные, казалось бы, события неожидаемые. Они оказались в одной компании с Ильей Ефимовичем Репиным. А Антону Серову тогда было совсем немного лет, но он уже активно рисовал тех самых лошадок. И они сказали, Илья Ефимович, ну посмотрите, вообще стоит этим заниматься парню, или, может быть, надо запретить. И он посмотрел и сказал, конечно, ну что вы, талантливый человек, обязательно он должен учиться рисованию. Вот так с легкой руки Ильи Ефимовича, они потом поссорятся, страшно вам все расскажут. А этот портрет, между прочим, написанный Серовым, портрет учителя. Если мы почитаем воспоминания самого Репина, то он напишет, что самый красивый юноша в мире это был юный Валентин Серов. Ну вот не знаю, насколько он изобразил его таким прекрасным и замечательным, каким считал, но, тем не менее, вот эта работа таким своего ученика увидел Репин. Жизнь гладкой не была. Когда ему было всего 6 лет, умер отец, и жить стало очень сложно, и матушка, которая все-таки себя видела великим композитором, она отправилась в Мюнхен, чтобы заниматься музыкой, а сын отдал в одну из баварских семей. И он в этой семье рос, и в конце концов забыл русский язык даже. И когда я вернулся уже в Россию, он с акцентом страшным говорил. Вообще, говорил, что немножко замедленное психическое развитие, и даже рукой кто-то махнул, ну что, ничего не получится. Но в итоге то, что получилось, мы с вами сегодня знаем. И вот тогда же, за границей, в жизнь Серовых вошла семья Мамонтовых. И ему было всего 10 лет, Валентину Серову, когда он оказался в Абранцево. Это километров, наверное, 57 под Москвой, неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. И хозяин дома, Савва Иванович, сказал матушке Серову, ну привозите его, пусть Антон будет у нас. И вот Антон приехал и бросил рисовать. Казалось бы, все условия только работы. Он не работал, он ел. Потому что очень была до этого жизнь небогатая, а у Мамонтовых был завтрак, поздний завтрак, ранний обед, обед, полдник, ранний ужин, ужин, вечерний чай. Он объедал, но правда потом все-таки судьба победила, и начал он, начал рисовать. И вот, оказавшись в этом замечательном месте, в этой семье, семье Мамонтовых, конечно же, Серов, между прочим, ведь был такой абрамцевский кружок, можно даже сказать. Были великие художники, и Поленов, и Коровин, и Васнецов. Но Серов был первым, кто там оказался, потому что только-только тогда Мамонтовы купили бывшую дачу Аксаковых. Ну а потом, когда Серов стал уже живописцем, конечно же, он там уже бывал и много работал. Савва Иванович Мамонтов – это человек, о котором, наверное, можно было прочитать отдельную лекцию. Человек, который занимался, как сказали бы мы сегодня, бизнесом, строил железные дороги. И, конечно же, все художники, оказывавшиеся в его круге, писали портрет. Вот это портрет художника Цорна, тогда, это скандинавский художник, тогда только-только о нем стало известно в России, вот когда он приехал, Мамонтов заказал свой портрет, Цорн написал, Мамонтову не понравилось. Он сказал, а пуговицы-то где? Цорн сказал, я вам не швея, что пуговицы пришел. Надо пришеть и сами. Вот первый портрет. Второй портрет Мамонтова написал Врубель. Врубель был на 10 лет старше Серова. Вместе, правда, они поступили в Академию художеств. Серова не было еще и 16 лет, не принимали, конечно, в Академию художеств, но Репин заступился, сказал, что талантливый человек. И вот они были очень близки с Врубелем, и вся драма жизни Врубеля прошла на глазах Серова. И вот посмотрите, Врубель написал портрет Мамонтова. А дальше портрет уже работы самого Серова. Мне кажется, самый домашний, самый добрый. Вообще портреты Серова, они были коварны. Потому что одним жестом, одним движением кисти он передавал о человеке то, что, может быть, кто-то сам о себе не знал, а если знал, то не хотел, чтобы это узнали другие. Сам Иванович был женат на Елизавете Григорьевне. Была очень интересная женщина. И дивный портрет, правда, Серова не писал карандашом. Он уже во второй половине жизни работал очень много с графикой. И искусствоведы считают, что Серова даже более великий график, чем живописец. И Елизавета Григорьевна, она фактически воспитала Серова. Серова почему? Потому что в определенный момент жизни Валентина Семеновна, матушка, уверовала в третий сон Веры Павловны. То, что Черный Шевский написал. И если вы хотели стать ее другом, то вы должны были сказать, что вы тоже исповедуете третий сон Веры Павловны. И вообще для нее главное был народ, это крестьяне. Она оставила сына у Мамонтовых, у Репинах, а сама ушла в народ. Она открывала библиотеки. Ну как, наоборот, без библиотек. Она учила их музыке, открывала столовые. И поэтому в итоге Серов в основном и рос в тепле Елизаветы Григорьевны. И когда ее не стало, он у тебя неприлично на ее похоронах лег. Он убивался так, как родные дети Мамонтовых не гревали. Ему сказали, Антон, а почему так-то? Он сказал, ну маму хороню. Как мама? Мама жива, ты что говоришь? Ну, вторую, значит, маму. И мне кажется, что на этом портрете то самое чувство, которое Серов испытывал к этой замечательной женщине, между прочим, кузине Константина Сергеевича Станиславского, урожденного, Алексеева. Она, вот мне кажется, это очень чувствуется. И усыпальница Мамонтовых, вот может, вы бывали в Абрамцево. Это вот дивная церковь спасения рукотворного, в пределах которого находится семейная усыпальница Мамонтовых. Вот ее не раз писал Серов. И вот как-то, ему тогда было 22 года, он приехал, был август, приехал в очередной день в Абрамцево и находился в столовой. И вдруг вбегает юная девочка, ей было всего 12 лет, за пирсиками. Понимаете, к чему я веду? Никакой интриги нет. И на выставке-то интриги нет. Обычно главный хит в конце где-то ждет, правда? А мы с вами попадаем в Третьяковскую галерею на выставку, и первое, что нас встречает, это девочка с персиками. Так вот, Верочка забежала в эту самую комнату взять персика, а это тоже было своего рода рекорд. Ну, представьте себе, август, Абрамцево неподалеку от Москвы растут персики. У Мамонтовых действительно они росли. Вот она схватила эти персики, и такая она была живая непосредственно и прекрасная, что Серов попросил ее позировать. И она согласилась. Целый месяц он ее писал, целый месяц, целый, потому что, ну, представьте, 12 лет всего. У него была хитрость у Серов. Когда Верочка становилась скучно, он видел, что она скучает. Он ее смешил, смешил, как он ей показывал свою кисть. У него была огромная ладонь и очень короткие толстые пальцы. И было очень смешно почему-то. И Верочка сразу смеялась и становилась как-то легко, и можно было продолжать позировать. И когда появился этот портрет, то Серова, ну, не упрекали, скажем так, намекали, что какое-то влияние импрессионистов. Это неправда, потому что Серов тогда не видел ни одной работы импрессионистов. Да, единственное, импрессионист был вот здесь, неподалеку, на Причистинском бульваре, в доме Сергея Михайловича Третьякова, родного брата Павла Михайловича. Туда ходил. Серов любовался. Но эта работа, конечно, никоим образом не обязана тому, что Серов посмотрел импрессионистов, проникся и начал делать то же самое. Но это вот я объясняю тем, что был космос. Вот в этом космосе летают идеи от одного гения к другому. И появился этот портрет. И вот с одной стороны это портрет девочки, а с другой стороны портрет дома. Посмотрите, как много стульев. Это тарелочка, которая висит по-прежнему. Этот гренадер, которого, между прочим, Мамонтов купил в Троице Сергиевой Лавры, там лавочка какая-то была, а раскрасил его сам Серов, не предполагая, наверное, что когда-то он будет писать этот портрет. Посмотрите, знаете, в зарубежных музеях, я все мечтаю, чтобы у нас такое стало, берут какую-то известную картину и вычленяют из нее фрагменты. Красивые магниты получаются. Вот мне кажется, что Серов мог бы быть чемпионом по магнитам, потому что каждая его работа – это сотня готовых магнитов. Вот посмотрите, эти персики, которые лежат словно в тарелочке в этих уже желтых осенних висках. Правда, нож как прописан. Скатерть, если мы посмотрим, она загнута. Почему? Потому что когда маленькие дети в доме, чтобы они бегая не стряхнули ничего. Посмотрите, как прописано это окно, из-за этим окном уже чувствуется дыхание осени. Вот это приспособление, которое мы открываем и закрываем, насколько все это прописано. Вот тот самый гренадет, тот самый обрезанный стул, потом у Серово это очень часто будет. Ну и, конечно, самое главное – это радость, которая идет от этого полотна. И вообще девиз Серово был «писать отрадное». И вот этот отрадный всю свою жизнь он и будет писать. У Веры Мамонтовой, у нее была недолгая, но достаточно яркая жизнь. Все художники, которые бывали в Абрамцево, конечно же, писали ее. Вот ее писал и Врубинь, много работ. Врубинь оставил знаменитая Аленушка. Это такой один из мифов, что это Вера Мамонтова. Но сам Васнецов в своих воспоминаниях говорил, что, ну действительно, глаза, вот выражение глаз, он позаимствовал. А вообще Васнецов с Верой писал вот эту работу. И почему-то ей странное условие поставил. Он сказал, если выйдешь замуж за русского, подари. Я не знаю, против какой нации выступал Васнецов, но эта работа появилась у Веры, потому что она стала женой Александра Самарина. Это был очень достойный человек. И дело в том, что до 1917 года в России не было патриаршего престола. И церковью руководилась, можно так сказать, священная сенота, во главе которой остался оберпрокурор. И вот оберпрокурором священного сенота и был Александр Самарин. Мало того, когда в 1917 году были выборы патриарха, то предполагалось, что именно Самарин может победить на этих выборах. Он тоже был в списке баллотировался, но, как известно, победил патриарх, митрополит Тихон, который стал первым патриархом 20-го столетия. Жизнь Веры, она оказалась в Уильне такой долгой. В 1907 году она родила сына и за три дня сгорела. Они ехали, сгорела от болезни, от пневмонии. Они ехали в Абрамсово, вот здесь на поварской остановились, и она скончалась. Мальчик, которого она родила, тоже прожил потом небольшую жизнь. Самая долгожительница оказалась дочь Елизавета, она умерла аж в 1985 году. И был еще сын Юра, который по разным источникам сотрудничал с органами и пытался донести до них, чем живут заключенные советских лагерей. И вот еще одна работа в Рубеле, и тот самый храм, и рядом, лежит через год после Веры, не стало, и Зинаида Григорьевна. Вот они вместе упокоились в пределах этой церкви. Но и вы знаете, еще до прихода на выставку в Третьяковскую галерею президента, я приготовил вот этот слайд. И потом, когда я услышал, когда президент обратился к министру культуры, а вы помните, за новогодним столом, где вот, я сказал, я уже готов к этому. Ну и еще одно важное место в биографии Серова, это Домотканово. Это уже неподалеку от Твери. Это место приобрел его друг Дервис, художник. И Серов проводил там тоже немало времени. Вот как-то он приехал и отправился в сад вместе со своей кузиной, которую звали Маша, Маша Симонович. И так падали солнечные лучи сквозь кроны деревьев, что он посадил ее и сказал, давай я буду тебя писать. Я писал ее три месяца, потом она вскочила и сбежала в Петербург. И потом Серов говорит, боже, как я рад, что ты сбежала, если ты не сбежал, я бы еще писал, писал и писал. И вот так появился этот портрет Маши Симонович, который известен под названием «Девушка, освещенная солнцем». В первую половину дня, когда было хорошее солнышко, он писал ее лицо. В вторую половину дня, когда солнце уже скрывалось, писал руки, одежду. И все-таки три месяца он пишет портрет. Нужно же, чтобы сохранялось одно и то же выражение лица. И он говорил, Машенька, думай о хорошем. Она думала, правда, не все мои слушатели согласны, что она думала о хорошем, когда он писал ее лицо. Но, по воспоминаниям самой Симонович, это было именно так. И те из вас, кто видел эту работу в оригинале, и кто ее увидит, можно подойти близко и увидеть, как потрескалась краска, к сожалению. И не случайно во второй половине жизни Серов уже откажется практически от масла. Он будет уже писать пастелью, он будет писать акварелью, он будет писать гуашью. И его дочь, та самая Оля, она вспоминала, что для того, чтобы работа быстрее высохла, та же самая гуашь, Серов брал спичку, подносил ее к работе и таким образом засушивал. И, между прочим, эта работа «Девушка, освещенная солнцем» была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым. Вот, к слову, несколько таких штрихов к портрету этого замечательного собирателя. Незадолго перед тем, как был готов портрет Маши Симонович, Серову были нужны деньги, и он расписал один из провинциальных вокзалов, получил тысячу рублей, плафон расписал, тысячу рублей получил. И вот приходит в мастерскую Третьяков и говорит, я, пожалуй, куплю вашу работу, много дам денег, не пожалею, все-таки в музей 300 рублей. Серов уже был немножко испорчен суммой тысячи рублей за плафон, но вот нужно отдать ему должный продал и никогда с грустью об этом не вспоминал. А Маша потом появится на его работах, спустя время она уедет в Париж, выйдет там замуж за Львова. И вот этот уже портрет, он называется портрет М. Львовы, то есть самым Симоновичем рожденным. Он ее писал тоже в Домотканово, посадил на стол. Мне кажется, когда знаешь, как рождалась работа, сразу веришь этому, потому что, правда, мне кажется, видно, что она сидит на столе. Писал ее тоже несколько сеансов, и единственное, что заставлял каждый раз менять, это душистый горошек детей отправлял, чтобы они каждый день приносили новый букет. И вот представьте себе, девушка, освещенная солнцем, находится в Третьяковской галерее. А этот портрет у Львова был в Париже, и она мечтала, чтобы две эти работы оказались в Третьяковской галерее. Но случился 1914 год, война Первая мировая. Не такое простое было сообщение уже между Россией и Францией. А потом и вовсе стало не до того. И эта работа так и осталась в семье Львовой, пока сын Львовой, между прочим, не получивший Нобелевскую премию, не подарил ее в музей Орсе. Как символично. Серов, которого всегда упрекали в том, что он импрессионист, висит рядом с полом Манес, Писаров, Сеслеем. И вот на эту выставку, о которой мы с вами говорим, эта работа приехала. И как символично, что эти портреты все-таки, правда, встретились на выставке, хотя бы временной выставке. Но история на этом тоже не заканчивается. Вот представьте себе, наступает 1936 год. И репродукции девушки, освещенной солнцем, они по всей стране были, по всему миру. И, конечно же, Львова забрала какой-то календарик. Уже просроченный, но календарик висел с ее портретом. И она рассказывает, она прожила 91 год. Она рассказывает, как-то готовила чай, и слышит, мужу пожилой господин задает вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему у вас вот висит эта девушка, освещенная солнцем? Почему в вашей квартире? И она вспоминала, мне стало так стыдно, что я так постарела, изменилась. Он сразу не понял, почему. И слышу муж отвечает, моя жена. Я в этот момент вхожу с подносом, с чашками. И мужчина говорит, а я вас узнал. У вас те же самые глаза. И оказалось, что этот гость сказал себе в свое время, что я женюсь только на женщине, которая будет похожа на девушку, освещенную солнцем. Так никогда не женюсь. Так было. И посмотрите, девушку с персиками, девочку с персиками, которая раньше называлась «Портрет Феры Мамонтовой», он написал, когда ему было 22 года. А девушку, освещенную солнцем, 23. То есть первые работы этого человека, они сразу же ввели его, конечно, в круг самых выдающихся художников. И не случайно сегодня играл, по-моему, Моцарт, когда мы собирались. Потому что я как-то проводил прогулку для детей, потому что ему было страшно, 7-10 лет. Ну, боже, как же я ему расскажу про Серова. Слушали. А потом я им сказал, вы знаете, кто такой Серова? Серова – это Моцарт. Потому что, когда мы смотрим на его работы, кажется, что они были написаны, ну, за полчаса, ну, за час, ну, за два, ну, за три. Но никак не два года, как он порой писал, не три месяца. И мальчик 7-летний сказал, а вот мы в музыкальной школе сейчас проходим Моцарта, и теперь я все понял. Ну, боже мой, какой-то я замечательно это случился. Еще одна работа, тоже написанная в Домотканово. Когда Серова как-то приехал и видит, что сарай перекрывают, и ненужное железо валяется на полу, ну, да, на земле. Он не пропадает же добро. Вот можно я возьму листок железа? Антон, да, пожалуйста. И вот он взял листок железа и написал. И написал эту замечательную молодую мать, правда, когда он два года писал. Когда начинал писать, один был ребенок. Когда продолжал, заканчивал, был уже другой. И, правда, молодая мать, сразу мы глядя на это замечательное лицо, мало того, говорят, что ребенок один родился нездоровым. И в этом лице молодой матери, мне кажется, читается вызов определенный, потому что она понимает, какая жизнь ждет и ее ребенка, и ее. И вот тоже иллюстрация к тому, как относились к работам Серова. Понятно, что Антону очень любили, Антона ценили, понимали, что большой мастер. Но эта работа находилась в Домооткану. Вот так вот этот лист железа стоял возле лестницы. Ну, написал Антону портрет, но потом что-нибудь еще напишет. И понятно, что не в чулане. Но все равно как-то не так, как мы ожидаем, могла бы находиться, правда, безупрек, как говорят. Работа Серова. Прут. Вот этот прут он писал одновременно с Девушкой, освещенной солнцем. Потому что когда была непогода, солнышка не было, вот он писал именно это. И тоже вот интересно, ну вот тот самый девиз, писать только отрадное. Серок говорил Дервизу, хозяину Домоотканову, он сказал, скажите, где Домоотканово доход приносит? Он говорит, ну, Антон, ну что массажер? Конечно, нет, я же не умею, как все это делать. Он говорит, а мне приносит. Все, что не нарисую, все потом продают. И вот эта работа, мне кажется, она настолько выдающаяся, что впору сказать, ну, какой-то знаменитый пейзажист. Ну, почти Левитан. Между прочим, эта работа соревновалась с Левитаном на одной из выставок. А при этом вот это был тот самый Серок, который был и гениальный портретист, и не менее гениальный пейзажист. Вы тоже посмотрите, осень, осень в Домоотканово. Вот тоже, как много символов, как много смысла. Вот пустушок. Чинит кнут, который за лето уже вышел из строя. Он бедный босиком. Эти лошади, самый любимый персонаж всех картин Серов, об этом с вами еще поговорим. Сарай, над которым кружатся вороны, и кажется, вот если подолго-долго будем знать, мы услышим, правда, это карканье. Ну, а потом, когда Серов стал уже знаменитым живописцем, он понимал, ну, надо отца написать. Надо же написать портрет отца. А батюшка умер, когда 6 лет ему было всего. То есть он его помнит, ты, может, и помнил, но как писать? Серов никогда не писал по фотографии. Однажды он приехал в Зимний дворец, его встретили, провели в зал и отдали фотографию Николая II. Скажи, вот, пожалуйста, что-нибудь еще? Серов сказал, да, императора, пожалуйста. Он сказал, это нереально, понимаешь, нереальный портрет. И пришел Николай и позировал. Так вот, как же писать отца? Понятно, что здесь приходилось уже работать по фотографии, но нет. Серов нашел актера по фамилии Васильев, который был очень похож на Александра Николаевича, и писал с него. Писал этот портрет Серов почти 5 лет. И закончил то, что стыдно стало. Он сказал, ну, что такое? Встречались с друзьями. Говорит, Антон, что пишешь? Отца. Прекрасно. Следующий год, Антон, на чем работаешь? Пишу портрет отца. Ну, бывает. Третий год, Антон, ну расскажи, что? Отца пишет. Четвертый год, сказал, мне было уже нельзя. И в конце концов он эту работу завершил. Он на тот момент был уже женат на Ольге Федне. И когда он только на ней женился, то его педагог в Академии художеств, Павел Чистяков, сказал, слушайте, у вас такая жена, с нее писать только Ангел. Вот Ангел он с ней не писал, а отца писал он со своей женой. Потому что он нашел, сохранился костюм Александра Николаевича. Вот Ольга Федоровна надела этот костюм, встала в конторке, и вот фигура это супруги Серова. Лёля Трубникова, вот та самая Ольга Федоровна, чье имя уже прозвучало, она жила тоже в Домотканово, она была подругой сестер Симонович. И вот случилось то самое чудо, когда Серов сделал ей предложение. Вот эта работа, по-моему, она абсолютно полноценная, правда, сама по себе, это интюг к будущему портрету. Но вот кажется, что не просто распахнуто это окно, а кажется, что вот буновение этой сирени можно сейчас почувствовать. А это Ольга Федоровна невеста, тут она стоит возле этого самого окошка, а это Ольга Федоровна уже жена. И друзья говорили, да, Антон, ты всё-таки хитрый парень. Потому что когда невеста, какая грустная, и когда жена, какая счастливая. Кто знает, как вы там живёте? Ну, на работу посмотрим, скажем, как ты её осчастливил. На этом портрете Ольга Федоровна ждёт третьего ребёнка. Всего у Серова было шесть детей. Две девочки, четыре мальчика. И здесь она ждёт третьего, а здесь уже на лужайке бегает девочка. Оля, вот тот самый будущий биограф и несостоявшийся музыкант. И сын Саша, о котором тоже с вами поговорим. И вот эта работа тоже очень характерна для понимания Серова, потому что, посмотрите, с одной стороны, это портрет и молодой матери, и будущей матери, а с другой стороны, какое тепло на той лужайке, на той опушке. И вот кажется, сейчас ребятам стоит немножко прохладно, они шаг вправо сделают, и окажется, им стоит там тепло. И мало того, какая громадная правда, вот куда-то затягивают туда, кажется, что она какая-то бесконечная. Но вот во всём в этом был Серов. И так грустно, когда его не стало, у него дом был 80 копеек денег всего. И в первый же год работы семья начала продавать. Я видел эту опись, написано «Портрет Ольги Фёдоровны Серовой. Полторы тысячи рублей». Вот когда Серов не стало, семья на эти деньги жила. Портрет сыновей. Вот двое сыновей. Один Юра Георгий, который смотрит как будто на нас вот таким уж как отрешённым взором. А тот юноша, который, ну мальчик, который смотрит на море, это сын Саша. Вот Юра, он был актёром. Учился вместе с Михаилом Чеховым. В эмиграции он жил и в Чехии, и в Германии. А у Саши вообще удивительная судьба. Он оказался в эмиграции в Ливане. И был автором правил дорожного движения. Поэтому, когда в Ливане будете окажетесь, тоже будете ехать. Скажете, ну что за знак? Почему поворот? Все вопросы вот, пожалуйста, к Александру Валентиновичу Серову. Часто он писал своих сонарей. Вы посмотрите, тупание коня. Дорого, потому что созвучно с Петровым Водкиным, правда, но совсем другая работа. Это сын Саша, несчастный, купает коня, ждет, когда он к ребятам присоединится, уже закончит это дело. Представляете, какой гордый конь. Абсолютно портрет коня просто, да? И вот почему-то считается, что на репродукции не чувствуется вот это волшебство закатного солнца. Мне кажется, очень даже чувствуется. Мы верим, что вот здесь это солнышко садится, и вот эти блики, которые падают. И опять, как много, правда, и фигуры юноши, который спешит быстрее расквитаться с этим конем. Ой, конь говорит, я-то ни при чем, с коллега купать. Купай, вот он стоит. И это солнце садящееся, ну, это волшебство. И вот несколько, может, пару недель назад в Москву прилетел внук Серова, сын Александра. И вот он ходил по Третьяковской галереи, говорит, папа, это бабушка, живет в Криване. Кони. Кони, которых Серов писал всю свою жизнь, и в конце он даже участвовал в таком паре, когда говорили, кто нарисует лучше коней, быстрее или не быстрее. И, конечно, побеждал в этом наш с вами герой. Еще один знаменитый портрет, портрет Никки Морозова, Михаила Морозова. Четыре года эти семьи. Как заставить ребенка, четырехлетнего, сохранять одно и то же выражение лица? Здесь не скажешь, думай о хорошем. Как заставить его вот сидеть, как будто он пытается встать со стола? Но это был Серов. Серов вообще прекрасно ладил с детьми. Когда он жил у Репинах, и Илье Ефимовичу нужно было с женой куда-то уйти, они знали, что можно на Антона оставить, Антон справился как никто. Но и с Верой ладил, а уж с четырехлетним Морозовым-то тем более. Перед этим креслом стоял столик. И каждый раз, когда нужно было позировать, Серов на этот столик ставил коробочку с подарком и говорил, Мика, вот закончится сеанс, откроешь. Каждый раз новый подарок, не обманешь его такого-то, правильно? И вот этот Мика вроде бы позирует, работает. А с другой стороны, интересно, что же в этой коробке. И вот он то встать хочет, то сесть, то встать, то сесть. И ожидание, потому что каждый раз новый подарок, и это получилось. Мика Морозов умер, Михаил Морозов, Михаил Михайлович, он был знаменитый шекспировед, он умер в 1952 году. Был уже даже не юноша, даже не мужчина, был уже пожилой человек. И вот когда он тоже приходил в Третьяковскую галерею, его тоже узнавали. Он говорит, боже, как вы догадались-то. И тоже говорит, глаза, те же самые глаза. А это портрет его отца, Михаила Морозова. Жил тоже неподалеку, в красивом салатовом особняке, тот, что возле Министерства иностранных дел. Не знаю, что сейчас там располагается. И вот посмотрите, какой узкий портрет, что ему жалко было Серову. Место, что это, ничего подобного. В этом была задача. Вообще, как Серов писал портрет? Он приходил и за три сеанса, и за два. Писал человека, как вспоминал его биограф Грабарь, таким похожим, что даже теща оставалась довольна. На четвертый раз Серов приходил и счищал этот портрет. Все были в шоке, включая тещу. И тогда Серов начинал писать, но делал одну ошибку. И вот он говорил, что в этой ошибке и был, была суть человека. Вот посмотрите, стоит Морозов. Немножко косолапый, лацкан торчит. Жалко, что Серов был красивым, но написали. Нет, в этом была задача. И что еще отличает работа Серова? Глядя на лица его героев, можно, если даже не знать, но додумать их судьбу. Михаил Морозов прожил всего 33 года, умер очень рано. Но вот мне кажется, на этом полотне такой человек, уже проживший жизнь. Вот вся биография написана, правда? Ну и еще одна известная работа. Кстати, здесь уже не жалко холста. Здесь мы пишем все щедро. Наступает 1905 год. И 35 лет творческой деятельности Марьи Николаевны Ермоловой. Она была дочка суфлера. И как это часто бывает в театре, заболела великая Грикерия Федотова. И Маша сказал, Маша, ты знаешь текст? Ну вот выйди сыграй. Она вышла, и началась эта карьера. 1905 год был не очень простой в истории России, поскольку был расстрел мирной демонстрации в Петербурге. Как-то все было очень тягостно. И Марья Николаевна не хотела никаких бенефисов. И тогда сказали, ну может, Серов восходит на рейс. Он сказал, ну Серов пустый сел. И он пришел в ее особняк, тот, что вот на Тверском бульваре. Это как будто пустой зал, только в зеркале отражается лепнина на стенах. Когда вы отправитесь в этот дом, там выставили несколько платьев Марьи Николаевны. Она была метр шестьдесят роста. Не очень высокая, правда? Здесь кажется, что просто человек стрела. Почему? Потому что Серов сидел на маленькой скамеечке и писал ее снизу вверх. Марью Николаевну называли великой молчальницей. И Серов тоже был великим молчальником. Поэтому они молчали так дружно и интересно, что тишину нарушал лишь приход мужа, который заходил, смотрел все нормально и уходил. И когда портрет был готов, то тот самый муж сказал, знаете что, Валентин Александрович, если бы я заказывал портрет, я бы вам не заплатил. Он сказал, почему? Чем вам не нравится? На 20 лет старше жену написали, она моложе у меня. Зачем вот такой ее? Но в итоге сегодня, мне кажется, Серову Ермолову мы только такой и представляем. И Шехтин даже сказал, что Ермоловой в Москве памятник не нужен. Памятник ей сделал уже Серов. Причем, когда мы бываем в музеях, на выставках, я, например, о себе скажу, меня порой расстраивает стекло, потому что свет падает и плохо видно, правда? С портретом Марии Николаевны на выставке случилось то же самое, но это был полностью проект Валентина Александровича. Он сам вставил стекло, сам сделал рамы. Обычно ведь рамы делали на вкус и кошелек человека, который заказывает работу, правда? А вот когда мы видим портрет уже готовый в рамке и со стеклом Марии Ермоловой, то мы знаем, что это именно так видел и чувствовал сам автор. И вот платье, которое шила ее подруга, к сожалению, эта работа не выставлена. Ламанова, знаменитый модельер, который обшивала всю царскую семью. И порой, когда мы говорим про Ламанову, то как она шила, вспоминается портрет Ермоловой, который, по-моему, незабываемый, такой же классический. И вот представьте себе, 1905 год. Готов портрет Ермоловой, которая начинала, как мы договорились, заменив Гликерию Федотову. И Гликерия Федотову говорит, а мне портрет? Что это такое? Я тоже хочу. Серов говорит, с удовольствием. И если Марья Николаевна была великая молчальница, то Федотова была великая болтальница. Она не замолкала. Она рассказывала, что произошло в Москве, что продает на рынке, какой пирог я сегодня испекла. И вот в этом движении, какой пирог я сегодня испекла, Серов ее и написал. Она сказала, я тоже хотела стоять, у меня, может, такого платья нет, у меня тоже есть хорошее платье. Почему не так? Но Серов был таким человеком. Он говорил, либо так, либо никак. И обошлось, конфликт был сглажен. И сегодня, конечно, Гликерию Федотову мы вспоминаем по упоминанию в фильме «Карнавал», если быть честным, и по портрету, кто же висел, конечно же, в Малом театре. Серов портретист. Вот поскольку мы только с вами начинаем говорить о этой стороне биографии Серова, обратите внимание, ни одной одинаковой позы. Ни одной. И вот портрет Горького. Определенная часть жизни Серова была связана с художественным театром, а в художественном театре было два великих драматурга, Чехов и Горький. И, конечно же, Серов не мог не написать их портреты. И вот Алексей Максимович. Его что отличало, среди всех тех черт, о которых мы с вами знаем? Он всегда перебивал. Он всегда знал, что вы хотите сказать. Думал так. И вы ему говорили, Алексей Максимович, а вы бывали? Он говорил, был, я был на этой выставке, все, я видел. Алексей Максимович, а как вам не понравился портрет Горького? Примерно так. И вот так его Серов и написал, что вот с одной стороны он вроде слушает, но он уже знает, что я сейчас скажу, он уже готов мне ответить. И когда портрет был готов, Горьком не понравилось. Он сказал, что это вы мне каким-то яичком написали. В черном сижу, не пойми, где брюки, не пойми, где блузы. Потом он сказал, Алексей Максимович, Серов, царя пишет, что ли? И Горький сказал, ну, в принципе, неплохо. И сегодня, мне кажется, это один из самых канонических портретов молодого Горького. Правда? А вот фотография, которая достойна Оскара. На этой фотографии Серов пишет портрет Левитана. А почему Оскара? Потому что вот тот человек, который снимал, он долго-долго стоял, дождался, когда и Левитан забудет, что есть фотограф, и Серов забудет, что есть фотограф. И вот тогда он и сделал эту фотографию. А сам портрет выглядит вот так. Вот посмотрите, было два друга у Серова. Я хочу вам показать их репродукцию. Вот один Левитан, а другой Коровин. Вот мне кажется, глядя на эти два портрета, можно понять, кто был близкий друг, а кто друг. Близкий друг, конечно, был Коровин, который открыт полностью. А Левитан, который сидит на этом самом кресле, а с другой стороны, это как щит, которым он от нас закрывается. И Левитану здесь всего 27 лет. Но глядя на это лицо, мне кажется, видна вся непростая биография. Непростая судьба этого величайшего художника. Такие мудрые, грустные глаза. И когда Левитана не стало, его ведь похоронили на Драгомиловском кладбище, там, где сегодня Макдональдс стоит, на Кутузовском проспекте. А потом Москве понадобилось строить дорогу. Кладбище разорили. Все, кто попроще, сбросили в Москву репу. А Левитана перенесли на Новодевичье кладбище. Когда то же самое случится с кладбищем в Отрадном, из Отрадного перенесут могилу Марии Николаевны Гермоловой на Новодевичье и похоронят на фронте Левитана. А когда будут разорять некрополь Донского монастыря, оттуда перенесут могилу Серова и положат рядом. И сегодня не рядом. Ермолова, Левитан и Серов. Потому что между ними, конечно, была пропасть по датам ухода и жизни, но тем не менее вот так сложилось. Константин Коровин. Это был ближайший друг Серова. Настолько, что их даже назвали Коров и Серовин. Но если Валентин Александрович был таким великим молчальником, то Коровин был, конечно, балагур невероятный. Не особо образованный, делал много ошибок, но при этом был такой жизнелюб, когда ему задавали вопросы, говорили, господин Коровин, какой самый лучший день в вашей жизни? Он отвечал, сегодняшний. Мне кажется, это просто эпиграф можно к жизни, к лекции и ко всему. Это величайшая фраза. Не все же дни были веселые и прекрасные, правда? Кстати, если Серов никогда не был импрессионистом, то как раз Коровин-то был убежден импрессионистом. Этот портрет был сделан в мастерской в Палашевском переулке. Непрактичный был человек. Он снял мастерскую, где было очень холодно. И когда он позирован, он понимал, как важно не двигаться. Он потом вспоминал, что спина примерзла к стене от холода. А еще крысы постоянно выбегали. Но у него был прад-пистолет, он его расстреливал. Жители окрестных домов говорили, боже, когда начиналась стрельба, мы начали бояться. Потом понял, что Коровин убивает крыс. Он очень щедрый человек. Он говорил всем, Антон, слушайте, такая красивая жена. Ей так пойдут сапфиры. Подари. А у Серова, он продавал свою работу, не особо дорого, но никогда денег не было. Но вот какой достойный все-таки человек Коровин. Он сам покупал, подарил ей две броши сапфировые. А еще он считал, что Ольга Федоровна похожа на Жанну Дарк. И он ей подарил такой медальончик серебряный, который она всегда носила вместе с часами. Ближайшие были друзья, проводили время вместе, и очень много времени они проводили на рыбалке. При том, что это Серов на рыбной ловле, не расстававшись с сигаретой никогда. При том, что заядлым рыбаком, конечно, был все-таки Коровин. При этом он всегда скрывал свои рыбные места. И скрывал рецепт ухи. Вкусный уху варил, никогда не говорил, что добавляет. Но угощал. А когда заканчивался день, они уезжали из Москвы, снимали какой-то домик в деревне. И вот заканчивался день, и уставший Серов хотел отдохнуть, но не тут-то было. Потому что к Коровину приходил какой-то крестьянин. И они могли до двух часов ночи говорить, кто глупее, карась или налим, щука или платва. Было невыносимо просто, спать было нельзя. А этот крестьянин, он когда приходил, он все время свою шляпу вешал на гвоздь. Ну, шляпу – картуз. И вот Серов придумал, как он будет над ним издеваться. Он этот гвоздь достал и нарисовал его карандашом. И очередной предстоит дискуссия, кто же к тому нет, платва или налим. И входит этот человек, король, он уже лежит, он уже готов обсуждать, у него какие-то соображения есть. И этот человек вешает свой картуз, он падает. Он автоматически поднимается, его вешает и опять падает. И когда он понял, что что-то не то, он бежал, больше никогда не приходил. Сон Серова был спасен. Еще один герой и моего рассказа, и в жизни, в судьбе Валентина Александровича – это Илья Остроухов. Был человек замечательной хватки, деловой. И при этом еще художник-любитель. А для Серова-то он еще был… он его Илью Хансер называл. А для Серова он был еще дорог тем, что он занимался его делами. Был продюсером, можно сказать. Вот так вот они дружно сидят в Абрамцево на ступеньках. А вообще, а вот это уже Илья Михайлович чуть-чуть постарше. Серова справа от меня. И он разговаривал с Третьяковым по поводу того, как надо картины Серова продавать. А потом он очень выгодно, как говорили, женился. На Боткиной дочери богатого московского предпринимателя, купца. Даже обвиняли, что не совсем по большой любви он это сделал. Ну, как бы то ни было. И он невероятно разбогател. И у него был особняк в Трубниковском переулке. Он стоит и сейчас. Это филиал литературного музея. Там была фантастическая выставка. Он был коллекционер. Иконы были дивные. Был замечательный врубель, которого он покупал. Откуда я знаю, в моей жизни случилась дорогая очень для меня встреча с племянницей. Ильи Михайловича, которого она, это Вера Ивановна Прохорова, героиня моей книги, которая называла его дядя Илья. И вот когда они к дяде Илья приходили, он говорил, ну наелись, наелись, бегите картины смотреть. И вот Вера Ивановна рассказывала, что она поднималась на второй этаж. И говорит, боже, дядя Илья, а почему такие светлые иконы? Он отвечал, потому что иконописцы перед тем, как писать иконы, постились. И вот она говорит, а вот это почему так страшно? Он говорит, это врубель. Он душевно нездоровый человек. А вот его болезнь, она проступает и через его работы. Он умер уже в 20-х годах, Остроухов. И все понимали, что случится с его коллекцией. Но не посмели родственники вынести ни одного полотна, включая Тициана, который был. И когда, конечно, скончался, Остроухов все растащили. И вот моя собеседница, Вера Ивановна, получила только полное собраничение Белинского с экслибрисом Остроуха. Михаил Врубеля, которым я вам, что имя сегодня уже звучало, был очень близкий друг Серова. Но, во-первых, 10-летняя разница в возрасте. Во-вторых, конечно, разная душевная организация. И вот то самое нездоровье Врубеля, которое прогрессировало с каждым годом, оно их отдалило друг от друга. Но при этом, конечно, это его портрет. Говоря о биографии Серова, не сказать о Врубеле нельзя. И в моей жизни буквально в прошлом году случилось такое важное событие. Мы же путешествуем, ездим мы в Грузию, ездим мы в Стамбул. И вот оказались в Ереване. И в одной из частных коллекций я увидел вот эту работу Врубеля, называется «Душа Тамары». Это демон Тамара. И я попросил разрешения сфотографировать, потому что иначе ее нигде не увидишь. И вот мне кажется, что когда мы пытаемся понять Врубеля, вот нужно посмотреть на эту работу, и очень много становится ясно. Портрет Ивана Морозова, тоже знаменитого предпринимателя, коррекционера, который один из первых начал собирать импрессионистов. Тогда, когда ее не нужны были никому. Он как-то приехал в Париж и купил 10 работ Гогена за 800 франков. Ну-ка, сумасшедший. Он приехал через год, ему сказали, так это вы купили по 800 франков Гогена? Он сказал, да. Сейчас 4 тысячи уже стоят. Он сказал, прямо если привезу купить, скажите, пожалуйста. Он выписал из Москвы, продал, потирал руки, но недолго, потому что узнал, что тот, кто купил за 4, продал за 15. Но все равно, своего рода был бизнес. И он первым начал собирать Матисса, странного какого-то художника, которого тогда мало кто понимал, уж тем более в Москве. И когда Серов писал его портрет, то он и написал его на фоне работы Матисса. У Савве Мамонтова было такое увлечение, частная опера, там, где сегодня театр Аперетта находится. И в эту оперу он приглашал, конечно, самых первоклассных певцов, коими тогда считались итальянцы. И вот один из них, Мазини, стал героем портрета Серов. У Мазини был чудовищный парадик. Когда его писали, если кто-то соглашался, ор стоял невероятно в мастерской. У Серов было тихо, так. И порой только песни звучали, он начинал петь. Говорит, боже мой, Шаляпин-то скупой, и говорил, что только птички бесплатно поют. У Мазини-то вообще слово бесплатное не скажет, тут поет. И они заглядывали в щелку и видели картину, которая просто потрясение их вводила. Потому что если Серов ронял краску или кисточку, Мазини накибался и подавал. И говорит, боже мой, просто Карл V и Тициан, что же происходит? А Мазини говорит, ну а что, если портрет хороший получился, я же вижу, что же не помочь. Ну вот, в итоге появилась эта работа, которую сам Мазини действительно считал одной из своих самых лучших. Ну а поскольку мы с вами все-таки виртуально путешествуем по Третьяковской галерее, по этой выставке замечательной, то целая стена была посвящена семье Юсуповых. Это была самая богатая семья Российской империи. По состоянию семья Романовых, она была лишь на втором месте. Конечно, журнал «Форрус» в том месте существовало, никто не считал, но негласно это была самая богатая семья. И Зинаида Николаевна Юсупова, ее супруг Феликс Юсупов, сын Николай и Феликс Юсупов-младший. И вот Зинаида Николаевна решила, что пришло время, чтобы ее портрет написал Валентин Сироп. И вот вначале появился эскиз, я не знаю, потом вы решите, что вам нравится больше, кому-то эскиз нравится даже больше, чем портрет, который получился в итоге. Была очень богатая семья, как я сказал, у них было имение в Архангельском, дивнейшее, богатейшее, дом на мойке. Всюду, конечно, распоряжалась Зинаида Николаевна, не расставаясь со своим любимым шпицем. И вот она начала позировать Сироп. Два года он ее писал, она говорила, друзья, я просто боюсь, что получится, потому что я аж худею, толстею. Что в итоге он напишет, я не знаю. Написал в итоге то, что мы видим с вами. Она была в восторге, все были в восторге. Он даже сказал, Зинаида Николаевна, если бы все были таким, как вы, мы бы никогда не знали революционных потрясений. Шпиц по многим детям летом. И вот тот самый жест, что всегда отличает Сироп. Посмотрите на эту руку Зинаи Николаевны, как она положила этот диванчик. И кажется, что она то ли только что присела, то ли собирается встать и пойти отдать распоряжение о Вале, о каком-то приеме. И когда был готов этот портрет, она сказала, теперь, пожалуйста, если вы не против, приезжайте в Архангельское и напишите всю мою семью. Сироп был совсем не против. Он очень любил Архангельское. Есть несколько эскизов. Вот он, Зинаида Николаевна, кстати, если мы посмотрим, немножко польстил меня на портрете, в отличие от Марии Николаевны Ермоловой. И первым, конечно, позировал супруг Зинаида Николаевны, Феликс Юсупов-старший. Он был очень скромный. Человек сказал, можно будет не мой портрет, а портрет моего коня. Да какое с удовольствием. Мало того, коль принадлежал раньше султану Османской империи. И как Феликс Юсупов-младший в своих воспоминаниях пишет, он был такой ручной, что когда князь шел пить чай на террасу, он за ним шел как собачка. И когда порой Серов приезжал в Архангельское, ему говорили, вы знаете, генерал не может вам пассировать, он глакон, конь может, ну и прекрасно будет писать коня. И правда, получился достойный портрет коня, правда? Скромный был Юсупов. Но при этом, вот еще я хочу, чтобы вы обратили внимание на композицию, как он пишет Архангельское и как обрезает Ангела. Жалко было целиком, что Ангела написали или вообще не написали. Но вот в этом задача. Возле каждого полотна Серова можно стоять и не просто видеть свое, а рассматривать и разгадывать. Ну и после того, как был написан Феликс Юсупов-старший, пришла очередь Феликса Юсупова-младшего. Две собачки здесь. Одна мраморная, другой бульдог. Этого бульдога Юсупов купил в Париже, его звали Наполеон. И вот он приехал, когда в Россию, он сказал, как неудобно Наполеон ко мне, Наполеон сюда, Наполеон сидеть. Переминал его в клоуна. И когда писался портрет Феликса, была единственная ссора Зинаицы Николаевны у Серова, потому что она требовала, чтобы он был в красной курточке. Серова сказал сейчас, либо вот как ходит, либо никак. Ну, с Серовым не спорили, и в итоге был написан этот портрет. Феликс в своих воспоминаниях пишет, что они очень подружились с Серовым, потому что Серов любил Архангельское. А Феликс был просто фанат. И когда были перерывы между сеансами, они отправлялись по парку, и Феликс что-то рассказывал Серову, что-то рассказывал тот ему. Кстати, Юсупов-младший вспоминал, что Серов очень сильно на него повлиял, рассказывая об истории искусств. Вот тот самый великий молчальник, вдруг заговорил. При том, что Феликс вначале позировал просто, и собака велась все время возле ног. И Серов сказал, возьмите, пожалуйста, на руки. И в итоге увековечил этого самого клоуна, мы, правда, не знаем сегодня, кто более мужественный, правда, бульдог-клоун или Феликс. Но вот сохранилась даже фотография, как рождался этот портрет. И когда он был готов, то в 1907 году Сергей Дягилев взял его на выставку в Венеции. И портрет имел такой успех, что венецианцы ходили смотреть только на Юсупова. Тут же родителям доложили, они сказали, не портите нам, парни, уже с ума сошли, снимите. И Дягилев этот портрет потом снял. И Серов, который очень трезво и даже слишком критично, наверное, относился к своим работам, он был очень доволен этим портретом. Он говорил, когда я подхожу, я чувствую аромат духов Феликса. Феликс Юсупов – это, конечно, персонаж удивительный. Я думаю, что в течение этого года мы будем о нем еще не раз говорить, сто лет со дня убийства Распутина. И когда мы смотрим на портрет, написанный Серовым, так кажется невероятно, что этот человек смог совершить тот поступок, который он совершил. Он, безусловно, звездой стал после того, как женился на княжне императорской крови Ирине Александровне. Вообще он очень написал пронзительные, откровенные мемуары. И в них он пишет, что матушка ждала вторым ребенком девочку, а родился я. И она не хотела сдаваться, пять лет она одевала меня в женскую одежду, что наложило отпечаток на некоторые свойства моего характера. Пишет Феликс. Дальше он эту тему развивает, но нам и не так не надо развивать. Мы понимаем, что он имеет в виду. Но, тем не менее, случился этот брак, который вряд ли принес счастье супругам. Но, тем не менее, так они до конца жизни прошли рука об руку княжна императорской крови и князь Юсупов. С собаком, кстати, не расставался никогда, это уже клоун номер два. Ну и когда был написан портрет Феликса, дошла очередь до старшего сына Николая. А он был невероятный сноб. Вот с ним работать было невозможно, и мне кажется, по портрету это и чувствуется. Непростая, трагическая судьба оказалась у этого юноши. Он влюбился в певичку, именно так, которая, конечно, мечтала стать супругой Юсупова, но родители были против. И когда эта певичка вышла замуж за какого-то офицера, они были счастливы, потому что, ну все, история закончена. Но история закончена не была, потому что Николай начал тайно, а потом в открытую, встречаться с этой женщиной. И, конечно же, ее супруг, офицер вызвал его на дуэль. А у Юсуповых было такое страшное проклятие, что у них кто-то в семье не доживал до 26 лет. И вот Николаю было 25 с половиной лет, когда он получил вызов на дуэль. И Зинаидия Николаевна, конечно, не спала ночи. И сын почувствовал тревогу матери и сказал, мама, ну что-то у меня там все кончено с этой девушкой. И наутро, опять-таки вспоминает Феликс Юсупов-младший, раздался крик во дворце, и он бросился в спальню мать и увидел, что лежит бездыханное тело сына, который все-таки принял участие в дуэли и был убит. Причем вел себя достойно, он на дуэли стрелял в воздух, а его соперник стрелял в него. И вот Феликс рассказывает, он спускался по лестнице мраморной дворца, увидел свой портрет, и он сказал, столько порока было написано на моем лице, что я решил покончить с собой, сказал, что я не достоин жить. И только потом я подумал, боже, а что же с мамой станет, если одного сына покоронила и меня. В конце концов, он не совершил этот страшный поступок. Еще очень важная страница в биографии, творческой биографии Серова, это, конечно, семья Романовых. Вообще, к государю Александру Третьему он относился очень хорошо, потому что, когда не стало Александра Серова, отца, ведь композитор жив тогда, когда его исполняют, и писатели читают тогда, когда его издают. А Серов был критик, и у сына было желание издать несколько томов его критических работ, не было денег. И Александр Третья дал эти деньги, было, по-моему, три, что ли, тома опубликовано, и Серов сказал, что я навеки слуга этого государя. А к тому времени случилось событие в 1888 году, когда ехал царский поезд в Боргах, это Харьковская губерния, и был теракт. И чудом царская семья осталась жива, потому что взорвался вагон перед царским вагоном, и когда все начало рушиться, то государь, он же, видите, такой мощный был, он на своих плечах удерживал крышу вагона, дав возможность своей семье эвакуироваться. А удар был такой сильный, что когда потом он опустил руку в карман, то серебряная табакерка была как скомканный лист бумаги. И вот эта болезнь почек, которая через несколько лет его унесет в могилу, вот толчок как раз и был получен во время этого теракта. Ну а поскольку семья все-таки спаслась, то Харьковское дворянство заказало Репину портрет царской семьи. Репин сказал, у меня ученик способный, может быть он, и в итоге работать начал сироп. Причем тоже вот интересно, он же никогда не писал с фотографией, но он сказал, мне нужно, чтобы его величество мне позировали, он сказал, это нереально, он не будет. И тогда император сказал, хорошо, пусть он приходит, и когда я буду спускаться по лестнице, я немножко остановлюсь. И вот три минуты буквально он позировал, а дети, дети уже позировали по-честному. Вот великий князь Михаил Александрович позировал три сеанса, и как сам Александр Третий считал, что это самый лучший портрет его сына, он сказал, боже, Миша как живой, великая княгиня Ксения и Ольга. А сама работа выглядела именно так. Почему я вам не могу показать репродукцию самой работы, потому что во время Второй мировой войны она была уничтожена и, к сожалению, не сохранилась. Но вот тоже посмотрите, как пишет он государь, вот как он спускался по лестнице, так он его и изобразил. Потом Александр Третий уже скончался, и Серов начинает писать его бесконечные портреты. Причем пишет уже, поскольку они лично встречались, то, конечно, представляя государя, ведь это был один из самых таких мощных русских царей, во время правления которого не было ни одной войны, два афоризма ему принадлежат, что у России два союзника, ее армия и флот, и о том, что он как-то ловил рыбу, ему сказали, Ваше Величество, послание к английским. Он говорит, ну ничего, проходит время, он все ловит, немецкие послания, потом французские послания, а в конце концов, когда спросили Ваше Величество, ну отмените, может быть, встречу, он сказал, Европа может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Вот эта работа, это главная премьера выставки, которая состоялась на Крымском валу, потому что эта работа была привезена из Дании. Ведь Александр Третий был супругом датской принцессы Дагмар Марии Федоровны, императрица, она же была дочь датского короля, и ее батюшка присвоил своему зятю чин полковника. И вот в этой форме, в которой, кстати, Александр Третий всегда появлялся, когда приезжал на родину жены, полковничья форма датская вольня в глади полка, вот в ней Серов и изобразил государя. Вот посмотрите, с одной стороны это парадный портрет, а с другой стороны распахнутые окна, и в одном из окошек детское лицо, правда. Потом динамизм, вот эти поднимающиеся ступени. И, стыдно сказать, но мы долго не знали о том, что этот портрет находится в Королевском дворце. Несколько лет назад один из художников отправился писать портрет королевы Маргарет, и он сказал, а у нас есть портрет вашего художника, фамилия не помнит, хотите посмотреть. Он пошел и обомлел, Серов. И в итоге эта работа вернулась, и вот сейчас, когда было, мне кажется, в высшей степени мудрое решение принято продлить выставку, единственное, что они смогли сделать, сохранить работы, которые из зарубежных музеев эту работу отвезли, но когда вы будете в Датском королевском дворце, вот только там эту работу можно увидеть. Потом было несколько, вернее, перед этим несколько реплик он писал, а вообще рождалось вот так, стоял молодой человек в этом кителе, написал, а потом уже и знакомое всем лицо. Но тоже портрет Александра Третьего. Этот портрет висел здесь, в Кремле, и у великого князя Сергея Александровича. Когда его бомбист Каляев в 1905 году убил, то этот портрет, собственно, ручно повесил Николай II в своем кабинете в Александровском дворце в Царском селе, и вот из Царского села этот портрет и приехал. Но, мне кажется, самый такой знакомый образ, когда мы говорим об Александре Третьем, мне кажется, в первую очередь мы вспоминаем эту работу. Ну и, конечно, портрет Николая II. Проведя на этой выставке не один час, я могу сказать, что главный хит – портрет Феликса Юсупова и Николая II. Вообще, несколько было портретов государя, конечно. Вот когда, помните, я вам рассказывал, что вам нужно еще, нужно государя. И вот пришел Николай II, и он позировал три четверти часа в государственные дела, и не получалось. И Серов сказал, «Ваше Величество, не выходит». И Николай II сказал, «Ну, не выходит, так и не выходит». И сел. Таким он был грустным, таким он был простым. И Серов сказал, «Можно я вот вас так и напишу?». И вот так и появилась эта работа. Причем он глаза Николая писал два месяца, только глаза. И вот когда портрет был готов, тоже штрих к пониманию Серова, тогда был арестован Савва Мамонтов. Должны были строить железную дорогу в Архангельск. И какая-то то ли растрата, то ли недостача. И Мамонтова посадили во строк, он сидел в Паганской тюрьме. И когда портрет уже был готов, и Серов понимал, что государь доволен, он сказал, «Ваше Величество, Мамонтов арестован». И царь ответил, да, что царика жалко, и отпустили его под домашний арест. А когда разобрались и поняли, что он ни в чем не виновен, его пригласил государь и сказал, «Савва Иванович, извините, пожалуйста, мы виноваты перед вами, мы вам вернем и ваши чины, и ваши деньги». А Мамонтов отказался, он сказал, «Ваше Величество, ни одна сумма денег не сравнится с теми словами, которые вы только что произнесли. Мне ничего не нужно». И еще одно событие случилось во время работы над этим портретом. Поскольку Мамонтов находился в тюрьме, то он уже не мог финансировать журнал «Мир искусств», которым занимался Сергей Павлович Дягилев. И тоже Серов замолвил слово, и тоже услышал от Николая, что «Хорошо, я вам помогу». И тогда Серов взял этот портрет, принес на заседание «Мир искусств», первый пришел в комнату, поставил его во главе стола, накинул шинель. И когда входили члены этого кружка, они с ума сходили, потому что Николай сидит перед ним. Потом, когда в 1917 году ворвется толпа в Зимний дворец, они остановятся перед этим портретом, потому что он как живой царь. И первым делом выколят глаза и разорвут. И один из офицеров поднимет кусочек этого полотна и отдаст Феликсу Юсупову. И когда тут будет выезжать в эмиграцию, как самое дорогое, он увезет вот этот кусочек портрета Николая. Откуда этот? Потому что было несколько копий написанных самим Серовым. И как рассказывают сами сотрудники Третьяковской галереи в советские годы, эта работа, конечно же, хранилась в запасниках, мало того, была обернута фланелью, что, дай бог, когда вы будете доставать, чтобы достать какую-то работу Серову, вы не встретились взглядом с Николаем. Вот еще одна работа тоже государя, которая должна была приехать на выставку из Англии, но в силу разных причин так до Москвы и не добралась. Вот эта работа тоже связана с курьезным случаем, когда Серов работал, вошла императрица и сказала, у моего мужа другая щека и другой лоб, перепишите. И Серов отдал ей политику, сказал, ваше личное, в таком случае заканчивайте сами. Был такой конфуз, и Николай вмешался, он сказал, вы, пожалуйста, не обижайтесь, моя жена тоже брала уроки живописи, что-то понимает, хотела как лучше, и больше она не вмешивалась. Но вот даже если мы с вами посмотрим на портрет, который только что я вам показывал, очень много, мне кажется, можно сказать здесь о самом человеке, которого мы видим, это 1900 год, еще 18 лет оставалось жизни, но если мы взглянем в эти глаза, мне кажется, можно прочесть вот предчувствие того трагического конца, ведь как-то император вызвал Столыпина и сказал, Петр Акачев, вы знаете, когда я родился, какой день, тут сказал Пашевич, ну, конечно, 6 мая. А что это за день? Я не помню. Это день Иова многострадального, того самого, на глазах которого погибла вся семья и который принял ученическую смерть. Николай сказал, я же знаю, что меня ждет, у меня будет такая же судьба. Откуда? Вот так было. И вот по этому портрету, хотя один из критиков сказал, что здесь не только живой царь, но здесь он слабый. Это, мне кажется, правда, если смотреться, все-таки какое было волевое лицо у Александра Третьего, такой богатырь, который держал на своих плечах не только крышу вагона, но и всю империю, и вот такой слабый государь, в коем оказался Николай II. Но выгодить не бывает. А это мировой триумф. Серова – это портрет великого князя Павла Александровича. Почему мировой триумф? Потому что эта работа была представлена на Всемирной выставке 1900 года в Париже, завоевала первую премию. И вот тоже посмотрите, Серова, который никогда не делал парадных портретов. Вот, казалось бы, великий князь во всем золоте мундира. Но при этом денщик, который выглядывает из-под ложек. И сразу весь пафор куда-то исчезает. Картина становится живой, правда? Или вот шеренга, которая готова по первому движению руки броситься вперед, правда? Вот абсолютно живая работа, но и тоже глаза, поскольку судьба и у Павла Александровича, тоже оказывают эти романовские глаза. Те самые глаза, которые с такой печалью смотрели в будущее, словно предчувствуя его. А это портрет самого Серова, который вот именно так и выглядел. Все говорили, что у него, казалось бы, была просто прилипшая сигара или сигарета к губам. Дочь вспоминала, что он преображался только в Париже. Когда он приезжал в Париж, он покупал розу, мог даже в зубы ее так сделать, и шел превали в лувр счастливый. Вообще, он был очень мрачный, даже несмотря на то, что был уж, казалось бы, куда более приближен к царской семье. Вот он писал «Мир помазания», которое состоялось у Николая II в Успенском соборе Кремля. Писал портрет так и незаконченной императрицы Александры Федоровны. Но еще важная страница в творческой биографии Серова – это история, связанная с Петром I. Вот очень был, очень не близок, а очень интересовал Петр Серова, он даже посещал лекции Ключевского, он очень много читал, но тоже какой был честный художник. Он перерисовал все костюмы, все платья, которые остались после Петра I. Существует даже эскиз, который больше напоминает готовую работу, подошвы сапога Петра I. И вот посмотрите, здесь Петр на строительстве Петербурга. Страшный ветер, свита не выдерживает. Этих порывов. А Петр идет вперед, ему все нипочем. Серок говорил, грабарит. Он говорит, слушай, ну почему же Петра все изображают таким вот красавцем? Он же был урод на этих тонких ножках, маленькая головка. Мало того, у Серова была идея сделать памятник Петру. И вот то, что в итоге сделал Шемякин, абсолютно, я не говорю, что он позаимствовал идею Серова, я говорю, что те космические идеи, которые витают, о чем я уже говорил, я думаю, что случилось именно так. И вот посмотрите, идет Петр, а на фоне уже готовый Петербург и Адмиралтейство Шпиль, который появится после смерти уже Петра. Что, Серов не знал, что ли, ошибка? Да ничего подобного. Просто там мы видим тот город, который Петр уже видел тогда. А здесь только вовсю идет стройка. Одно, чтобы пафос сбавить, пожалуйста, оранжевая корона здесь стоит. Или вновь Петр, знаете, какая замечательная экипаж, какая лошадь, да? И он грозит меньше кого. И несчастный, и не сразу заметный строитель везет эту тачку. А максимум дохода он довезет, от этих гробов, которые были уже заранее заказаны. И Серов говорит, Боже, называют Грозным Ивана, а Грозным нужно называть Петра, потому что город-то стоит на костях. Или вот еще эскиз, такое было развлечение у Петра Алексеевича, назывался Кубок Большого Орла. Что такое Кубок Большого Орла? Это была емкость вместимостью полтора литра, которую он наливал водку и заставлял за раз выпить. И понятно, что ни желудок, ни организм ни один не выдерживал. Ну а что мы сделали? Просто ударь кочек. И вот посмотрите, Петр вливает, две бедные ножки дрожат уже, а сзади идет Екатерина, императрица, и радостно поддерживает шутку супруга. Ну вот такая же работа. А еще Петр, вот он только-только проснулся, во время, видимо, мало спал, строил город. И казалось бы, да, ну эскиз, ну посмотрите, какое лицо у Петра. Эти глаза, которые смотрят на будущий город, да, и сразу же характер, сразу же судьба. Потом Кутепов предложил Серову нарисовать иллюстрации книги о царской охоте. И он начинает писать. И космический человек, Моцарт, он переходит границы рамки вот этой простой иллюстрации. Ну что такое иллюстрация? Картинка в книжке или в альбоме, да? А у него получается самостоятельная картина. Вот Петр II на охоте. Лошадь любимая, собака. Вы знаете, с ума сошедший крестьянин, который никогда такого и не видел с этими разрушенными избами. Ему кажется, привиделось что ли или что. Или Екатерина II едет на соколиную охоту. Ну поверьте, какая охота? Ночь уже. Но все непросто. Посмотрите, пожалуйста, на лицо императрицы. А на кого она смотрит? Она смотрит на фаворита, которые точно так же отвечают ей. Понятно, что охота получится. Все случится так, как она и планировала. Конечно же, не мог обойти Серов стороной и такую фигуру, как Пушкин. Ну, Пушкин позировать в силу просто разницы во времени, конечно, не мог. Но даже фигуру все равно Серов писал с конкретного человека. Он посадил Дервиза, хозяина Домотканова. И вот если уж это каноническая внешность Александра Сергеевича, то фигура именно хозяина того самого дома, который мы с вами видели. Портрет двух моделей. Не случайно я тоже решил их использовать для иллюстрации своего рассказа, потому что когда Валентин Александрович начал преподавать в училище живописи военной изучности, то в качестве натурщиков приходили старики. И Серов сказал, ну как же так? Мы растим художников, а что они рисуют? И вначале стали приходить юноши, а потом и девушки. Это было сенсационно для России. Они рыдали. А Серов говорил, ну вы как к врачу приходите? Чего вы плачете-то? Вы относитесь как к нам, к врачам? Как к врачам? И они, правда, первый сеанс плакали, а потом уже были спокойны. При том, что Серов всегда писал вместе со своими учениками и говорил, что вы пишите не сестру родную модели, кто позирует, а ее. И нужно писать так, чтобы закрыть лицо, и по фигуре можно было узнать. И тоже проявляется, в чем Валентин Александрович? Была такая ученица, скульптор Голубкина, Анна Голубкина, замечательная, которые не позволяли учиться в училище живописи военной изотчества, потому что считали ее политически неблагонадежной. И в знак протеста Серов ушел и перестал преподавать в училище. А Голубкина действительно большой мастер. Когда отправится в Третьяковскую галерею, обратите внимание на Крымском жалу. Этот замечательный бюст Льва Николаевича Толстого, когда Голубкина сделала этот бюст, показала детям Толстого, и сказала, что папа был совсем другим. Она им ответила, что не папу лепил, а лепил великого русского писателя Льва Толстого. И вот вновь череда портретов. Это князь Голицын, московский губернатор, не мог Серов отказать, но при этом тоже в одном жести передал всю сущность этого правителя, с каким он заинтересованностью покручивает ус и с каким блеском горят его глаза, сразу понятно, как этот человек относился к тем проектам, которыми он занимался. Конечно, он обиделся страшно, но тоже это был Серов, который не менял ничего. А вот урожденная Глебова, между прочим, кузина знаменитого актера Петра Глебова, который снимался в фильме «Тихий дом», которая вышла замуж за графа Алсуфьева, и тот сказал, что я сделаю тебе подарок, твой портрет напишет Серов. Надень, пожалуйста, то черное бархатное платье, которое я тебе подарю. Он сказал, ну это же совсем, я не люблю черное бархатное платье. Он сказал, надень, что мы не будем представлены в самом достойном виде. И вот приходит Серов в дом, видит супругу, графиню, и говорит, нет, нет, немедленно снимите это бархатное, это совсем не ваша, она такая была счастлива. Она сняла это платье, и пока мужчины разговаривали, и она подошла к печке, которая топилась, и спиной к ней встала, и грела спину, потому что прохладно было. И Серов на нее посмотрел, заинтересованно, и сказал, когда вы спину согреете, что вы будете греть? Я сказал, когда вот так я встану. И она встала, и Серов сказал, вот именно так я вас и напишу. Вместе с мужем, о котором нужно отдельно сказать, потому что супруг графини, он после революции сделал многое с Павлом Флоренским, чтобы сохранить главу Сергия Радонежского. Она хранилась как раз в семье Алсуфьевых, а сама графиня в 1943 году погибла во время старинских репрессий. Еще один интересный персонаж. Драгомирова, портрет Драгомирова. Вот это работа Репина, а это работа его ученика Серова. Драгомирова была дочь киевского военного губернатора, и писали они одновременно, и когда два портрета были готовы, то, собственно, в доме Драгомировых они и висели. И когда приходили гости, они говорили, боже, у вас портрет Сирепина? Да, какая красота. А этот человек, неважно, это ученик. Когда появился портрет Николая, и слава уже пошла о Серове, приходили гости и говорили, покажите, пожалуйста, правда ли, что у вас портрет Серова? Да, пожалуйста. А этот Николай, этот совершенно неинтересный. И вот прошло время, и Драгомирова вышла замуж за Лукомского, и этот портрет, ее, называется портрет Лукомского. Он уже написан акварелью, поскольку Серов уже во второй половине жизни писал не только масляными красками, потому что, когда они засыхали, они как клеенка становились, отсвечивали. И вот он, но он пишет так акварелью, посмотрите, как-то пришел один знаменитый психиатр на выставку, подошел и сказал, боже мой, это же душевно больной человек. И потом диагноз подтвердился. Вот каким нужно было быть гением, чтобы написать акварелью такие глаза, по которым можно было поставить диагноз. Но это все был Валентин Серов. Тогда в Москве, уже в наступившем 20-м столетии, невероятный доход приносила фабрика иголок. И вот был таким игольным магнатом предприниматель по фамилии Гершман. Ну и, конечно, он заказал Серову портрет. И когда Серов его писал, причем Серов порой писал портрет одного человека, а порой несколько сразу. И когда он получал заказы параллельные, он говорил, боже мой, какое счастье, потому что Гершман написал, нос два месяца только писал. Появился второй заказ, уже не могу так много времени уделять. Я когда всегда подхожу к этому портрету, думаю, что за нос он так долго писал. И вот когда Гершман позировал, но он же бизнесмен, он понимал, что время и деньги, он на часы смотрел. И вот Серов его за этим жестом и написал, но на самом-то деле как будто чиво и хочет эти. Гершману страшно не понравилось. Он сказал, вам жалко черной краски, закрасите эту руку. Серов сказал свою правду, либо так, либо никак. Гершман, нужно отдать ему должное, эту работу приобрел, но висело в чулане, никто никогда не видел. Но у Гершмана была красавица-жена, которую звали Генриэр. И пришло время, и Серов получил заказ написать портрет Генриэта Гершин. А Серов, когда работал и писал эскиз, если ему не нравился, он тут же его рвал. А практически никогда ему свои эскизы не нравились, он их уничтожал. Друзья говорили, Антон, ты же казначейские билеты уничтожаешь, зачем ты рвешь? Ну, Серов говорил, что я в следующий раз напишу еще лучше. И когда он приходил в какой-то богатый дом, он даже говорил, что я как врач, я хожу по домам, у меня в своей мастерской это нет. Он работы порванной бросал в камин. И когда он приходил в Гершман, камин почему-то никогда не топился. И когда Серов уходил, эти кусочки брали, отдавали в мастерскую, и получалось это чудо. Слава Богу! Потому что никогда бы мы не увидели этот набросок портрета Генриэта Гершман. Вот я еще раз подчеркну, ни одной одинаковой позы. Сколько портретов? Десятки, правда? Ни одной одинаковой позы. Но Серов остался недоволен, недаром порвал. И как-то пришел в дом Гершман, на Красных Воротах они жили. И она сказала, а сегодня я вам позировать не буду. А почему? Такую мебель карельской березы купили, думают только о ней. Хотите, я вам покажу? Сказал, ну, конечно, покажите. И она начала ему показывать свою мебель. И такая она была непосредственная в этой демонстрации, где все на показ. И такая она была милая и прекрасная, что Серов сказал, а вот так я вас и напишу. И посмотрите, это шляпа с вуалью, которая на этом шкафу. Какая-то белая ткань, которая лежит на ступе. Эти пузырьки. И самое главное, это рука. И в этой руке прекрасно не только украшение, но просто сама женская рука. И не случайно, когда готовился каталог выставки, на обложку поместили не девочку с персиками, которая считается уж самым-самым хитом, правда, а именно портрет Генриэта Гиршман. Посмотрите, как все прописано. Но и сам Серов остался настолько доволен, что он себя написал. Такой автопортрет в зеркале отражается. И уж этой работой Гиршман, конечно, осталась довольна. И он висел на самом бедном месте в их особняке на Красных Воротах. И Серов, мы уже отмечали с вами его такое качество верности, отзывчивости. И когда у Гиршман случилось несчастье в 911 году, она потеряла дочь. И, конечно, она переживала, страдала. И Серов пришел на помощь. Он сказал, я хочу писать ваш портрет, соберитесь. И действительно, она сказала, что когда Антон сделал такое предложение, я сразу отбросила все эти мысли, поняла, что я живу, останусь для истории. И вот родился этот портрет. Вот одна из премьер тоже международных, которая случилась на выставке, это портрет Акимовой из Национальной галереи в Армении. Мы не очень много знаем про судьбу этой женщины, но кроме того, что удивительное сочетание цветов, правда, синий, красный, золото, вот тот самый психологизм, который отличает Серово, даже ничего не зная об этой женщине, мы понимаем, что очень устала. И сейчас хочется только того, чтобы ее не тревожили, чтобы она могла остаться наедине с собой. Вот так появился этот портрет. Портрет Лескова, полумистическая история, потому что когда портрет был готов, самому Лескову очень нравилось. Когда просили его фотокарточку, он говорил, не надо, отправьте репродукцию Серова на одну из выставок, этот портрет поместили в черной рамке. И когда приехал Лесков на эту выставку, он сказал, боже, что, прощание со мной, и вернулся домой, через четыре дня умер. Понятно, что не из-за этого портрета, но вот тоже какое-то предчувствие словно произошло. Но очень неожиданный для Серова портрет Николая Пузнякова. Вот если вы вспомните Мику Морозова, то в белом одеянии, на темном фоне, здесь все наоборот. Ольга Валентиновна вспоминала, как-то раздался звонок в дверь, я слышу разговор папы с каким-то молодым человеком, который говорит, пожалуйста, сделайте мой портрет. И Серов удивился, сказал, вы такой юный, для чего вам? Он сказал, маме хочу подарить на память, так маму люблю. И Серов начал писать этот портрет без охоты, а в итоге родилась одна из самых известных его работ, называется «Портрет Пузнякова». Его называли таким московским Дарианом Грейн, с этими чувственными губами, влаукими глазами. И действительно, вот здесь на тот самый светлый фон темная фигура, но, правда, все сложилось. Большая жизнь у Пузнякова оказалась, он был хореографом и даже одно время служил в парке культуры имени Отдовов в те самые 30-е годы. Портрет Лосевой, это была художница, и он интересен тем, посмотрите, на руки. Все обвиняли Серову, говорили, боже мой, ну так, во-первых, руки никто не держит, а уже если держит, то так не пишут. Но это был Серов. И обратите внимание на цвета, потому что чем больше приближалась вот эта скорбная дата его ухода из жизни, тем меньше ярких красок использовал Серов. Уж я не знаю, то ли предчувствие было, то ли что, то ли наоборот мастерство, когда он мог только тремя цветами создать такой портрет, глядя на который мы понимаем, что ничего больше там и не нужно. Грустное событие в жизни Серову случилось в 1905 году, когда он стал свидетелем расстрела мирной демонстрации в Петербурге. Он тогда находился в Академии художеств и практически из окон увидел то, что случилось. Работа называется «Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваша слава?» И на него это произвело такое большое впечатление, что он вышел из состава Академии художеств даже. И вот примерно в те же годы рождается портрет очень близкого друга Серова, Федора Ивановича Шаляпина. Вот здесь уж как раз садиться на рискую таблеточку было не нужно, потому что настоящий был богатырь. Когда работа была готова, Шаляпин сказал, когда ты меня раскрашивать будешь? А для тебя Федя Краски не жалко, но совершенно не нужно. Это одна из самых знаменитых работ, которые находятся в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Громадный портрет Федора Шаляпина. Они были близки еще и потому, что Шаляпин пел в опере «Юдив», которую написал Александр Николаевич Серов. Сохранились фотографии. Правда, потом друзья рассорились навсегда, потому что в 1911 году в январе состоялся спектакль «Борис Годунов» в Мариинском театре, и пришла императорская фамилия. И когда закончился спектакль, то все находящиеся на сцене, что было логично и нормально, опустились на колени. Опустился, конечно, на колени и Шаляпин. На другой день об этом написали все газеты, верноподденнические чувства. И когда эту газету получил Серов, он вырезал заметку, отправил ее в Шаляпину, сказал Феде, что же за горе, что ты кончаешь на карачку. Это очень обидело. В Шаляпине больше никогда не разговаривал, и жизнь, к сожалению, у Серову оставалась неполный год. Но тем не менее, правда, когда Шаляпин оказался в эмиграции, то он очень переживал, какая же судьба у его портрета, того самого портрета, который написал Антон. Вот сюда прекрасный сегодня Жиздалов. Работал Серов и не только со знатными особами. Эта работа называется «Портрет бабы с лошадью». Крестьянка позирует, причем как ее-то заставить сохранить одно и то же выражение лица. И Серов пригласил деревенского балагура, который не очень приличный анекдот рассказывал, и она была счастлива, всегда смеялась. И вот так родилась эта работа, мешали только ребята крестьянские, которые стояли сзади Серова, толкались, шумели. И он их отправлял домой, говорил, принесите мне тряпки, принесите мне краски. Ребята бежали и говорили, краски нам, тряпки. Зачем? Мы с Серовым пишем картину. Так что вот они эту картину и написали. Посмотрите, это же сарай. Вот этот сарай потом появится на еще одной работе Серова, знаменитая зима. И вот опять-таки не хочется каких-то клише говорить, да, психологизм и так далее, но вот правда сидит, вознится. И мы верим в то, что он закутался в эту шубу, потому что холодно. А холодно в том, что много раз ездил, уже проезженная дорога. Кажется, что правда вот уже смеркается, что самая-самая настоящая зима. Портрет Сергея Павловича Дягилева. Читается этюдом, незавершенным. Но кажется, что самое главное здесь есть, и ничего больше не нужно. Дягилев был ведь достаточно неоднозначный человек. У него на самом видном месте дома висел портрет Петра Первого. И он ждал вопросов, когда приходили друзья, говорят, Сергей Павлович, уже одно лицо с Петром Первым в родственнике, что ли? Он говорил, да, это тайная история дома Романова, о которой я вам сейчас расскажу, рассказываю. Он был учеником римского Корсакова. Думал, что будет великим композитором. Он даже что-то сочинил и показал римскому Корсакова. Кто-то сказал, Сереже, если что-то другое можете делать, делайте другое. Обиделся страшно, но прислушался. И как знать, если бы не Дягилев, что было бы с нами, правда? Потому что русские сезоны, русский балет, это все Сергей Павлович. И жест, вот тот самый жест руки, и он сразу все понимает. Или вот этот клок белых волос, из-за которого Дягилев называли шиншулой. Все, и в этом все есть, и ничего больше не нужно. Одна из последних карикатур, которая сделал Серов, называется «Грустный Серов». Вот он таким и был, с этой самой сигарой, с опущенными плечами. На друзей рисовал карикатуру. Это Сергей Павлович, написанная через 15 лет, 1901 год. То есть, вот таким он видел будущее в 16-м году, но для Серова 16-го года, к сожалению, уже не настало. Тоже какая мудрость. Посмотрите, два портрета. Это балерина Тамара Платонна Корсавина. Очень неожиданно написано «Балерина». Потому что когда мы говорим о балерине, тем более начала века, как-то представляем совсем другой портрет. Но ведь Корсавина такая и была. Она была... Ей было интересно все новое. Все не... То, что не было еще, чего не скажешь о Анне Павловой. Которая такая классическая-классическая балерина. И так Серов ее и написал. Виктор Дандре, муж Павловой, вспоминал, что у нее не было времени позировать Серову. И он сказал, приходите к нам в 11 часов вечера в гостиничный номер. Серов пришел, сказал, прыгайте, Анна Павловна, прыгайте. И она прыгала. Мы думаем, что... Можно представить, что чувствовали жильцы снизу, наверное. Но в итоге вот родился этот... Эта афиша, которая, по секрету вам скажу, имела едва ли не больше успех в Париже, чем танцы самой Анны Павловой. Она была недовольна. Она сказала, какая-то серая была малиновая бумага, какой-то мел, не прописали как следует. Но сам Серов был очень доволен. И когда у него появлялось место, где он работал, он всегда пишет громадно. Это, наверное, метр два высотой. Такая очень большая работа. Это Вацлав Нежинский, который на выставке не представлен, но которого Серов, конечно же, писал. А вот так он выглядел в последние годы своей жизни. И вот он оказался в Париже, 1909 год. И Дягилев ставит... Не Дягилев ставит, но в рамках русских сезонов идет балет Шахерезада, римского Корсака. Того самого, который отвергнул в свое время Сергей Павлович. И Серов говорит, я хочу написать задник. Дягилев говорит, я буду счастлив, а в две недели срок. Серов, который пишет два года партнера, три месяца, четыре, две недели. Как? Невозможно. Дягилев тут сошел, нашли два характера друг на друга. И Дягилев сказал, либо так, либо никак. Серов работал с восьми утра до восьми вечера. За две недели работа была готова. А дочь, Оля, которая все-таки немножко играла на рояле, она приходила и играла в этот момент Шахерезаду. У Оли, кстати, был какой-то странный ухажер, который ей почему-то подарил партитуру Шахерезады и написал хоть банальность. Жди меня, как я тебя, что ты жди ответа Соловелета, какая-то глупость. И Серов просто терпеть не мог. И он спросил однажды, Оля, можно я это уберу? Он сказал, папа, конечно. И он отстриг вот эту надпись и был счастлив. Это был Серов, у которого должно все было быть с очень большим вкусом. И когда этот задник был готов и случилось представление, то отдельные аплодисменты были у зала. В 1968 году эту работу приобрел Мстислав Ростракович, которая хранилась в коллекции Ростраковича и Вишневской, но сегодня вновь вернулась в Россию. Ну и вот тогда, когда пишет портрет Анны Павловой, эту афишу знаменитую, Серов, конечно же, всюду слышит имя Рубинштейн. Ида Львовна Рубинштейн. Интереснейшая женщина, которая родилась в семье состоятельного предпринимателя и вдруг захотела стать актрисой. Вдруг, потому что ни способностей, ни предпосылок не было, но захотела. Она отправилась к Комиссаржевской, к Верипедной, в Петербурге, и она сказала, ну, пожалуйста, приходите на репетиции, почему нет. Она должна была играть Саламея Уайлда. В итоге запретили, ничего не случилось, но танец семи покрывал, поставил Фокин для нее. Ну, а потом она отправилась к Дягилеву и сказала, я готова станцевать, но помогу финансами. Это было очень приятно, совсем не лишний, Сергей Павлович это очень любил. И он даже сказал Серову, в этом сезоне будет Павлова на афише, а в следующем Рубинштейн, пишите. А Рубинштейн, конечно, имя в Париже звучало, здесь рисунок тоже Серова, это Габриэль Данутсо, знаменитый драматург, его жена Голубева, которые были одинаково влюблены в Рубинштейн, обхаживали ее, о ней постоянно говорили. И в конце концов Серов принимает решение писать портрет Рубинштейна, портрет экономический, знаменитый. Писал он его в Париже, в заброшенном монастыре Сакре-Кюа, это возле дворца инвалидов. И, кстати, Оля Серову говорил, что из него вовсе не была такая худышка, как он папа написал. Она, конечно, и большой не была, но уж не совсем такой, уж слишком он здесь тоже перестарался. Ну, такова была задача. Так вот, когда она начала позировать Серову, она сказала, я должна отправиться в Африку на сафари и подстрелить пару львов. Было вызывающее для 910 года женщину. Она поехала, и когда вернулась, она сказала, все получилось, сможем продолжать. Серов сказал, я вам нарисую рот раненой львицы. Она сказала, я бы попросила, почему раненой, потому что она тебя промахнула, тебя попала. И вот когда он начал писать этот портрет, вот она здесь так вот винтом фактически, да, завернута, одно, один цвет стены и тела, фреска, настоящая фреска, правда? Эти волосы, это как нимб. Из-за деяния только этот шарф, который удлиняет и без того длинные ноги, и драгоценности. Но, с другой стороны, она не обнажена, она в костюме, в костюме наступившего века. И когда работа была готова, ее сравнивали с Олимпией Мане, с обнаженной Махой Гоей, но это было сильнее. Почему? Потому что это был портрет конкретного человека, который позировал. Был страшный скандал. Кстати, о том, что она позирует в каком-то помещении, говорит, что это вот, вот, как арки, а так кажется, как правду, фреска, правда? И когда портрет был готов, то первому Серов решил показать Репину, конечно, своему учителю. Снял покрывало Репину, сказал, боже, Антон, кто это написал? Он сказал, это я, сказал, порви пока никто не видел, тренинализированный труп, ты с ума сошел? Но Серов, который никогда не отрекался от своих работ, потому что тем более цели были завершены, конечно, уничтожать ничего не собирался. И в итоге эта работа так и осталась такой, какой мы с вами видим. А тут еще вовремя Серов умер. Вовремя почему-то. Потому что он умер и сразу стал великим. И сразу стал классиком. И сразу работа была канонизирована. И сегодня, конечно, представить себе ни русский музей, ни рассказ о истории начала 20-го столетия без этого портрета невозможно. Но, правда, Диагилев вот здесь дрогнул. На афише он, как известно, так и не появится. Потом в жизни Серова появляется Константин Сергеевич Станиславский, с которым они вместе росли в Абрамцево, поскольку он был близкий родственник Елизаветы Григорьевны. И был знаком по фамилии Алексеев. Он ведь никогда не менял фамилию. И в его доме в Леонидовском переулке, когда мы придем, прочитаем табличку Константин Сергеевич Алексеев. Он пишет Алексеева, затем он пишет Москвина, он пишет Качалова. Кстати, Качалов, который тоже был наслышан об причудах Серова, который рвал работы, он сказал, «Вы не рвите, а дайте мне». Серова сказал, «Василий Иванович, только дайте слово, что не будете никому показывать». Качалов дал, несколько лет держал это слово, потом нарушил. Но зато, слава богу, у нас сохранились эти работы. Тогда же для Дягилевских сезонов он пишет портрет Римского Корсакова. И Дягилев сказал, «Слушай, ну как это икона просто, какой-то святой». Серова сказал, «Святой, пусть молится». И французам молились. А несколькими годами ранее он закончил такой парадный портрет Римского Корсакова. И в своих воспоминаниях он пишет, как Римский Корсаков принимал активное участие в создании. Каким образом? Он требовал, чтобы самый модный был сюртук у него, поголубее, и чтобы лет на 20 помоложе он выглядел. И Серова смеялся, но старался не расстроить великого композитора. Начало 20-го столетия в моду входит тема Древней Греции. И Серова, конечно, не остается равнодушным. Вот он пишет эту работу, которая называется «Навзика и Одиссей». Предполагалось, что это будет украшением только что законченного Музея изящных искусств. Цветаев обещал, но в итоге оформление зала Древней Греции было выбрано совсем другие. А работа Серова все равно прекрасная и нам дорога. А вот я не знаю, можно ли по этому эскизу сказать, по этому наброску, о какой работе Серова идет речь, но не буду устраивать викторину, вот это похищение Европы. Он с Бенуа отправился в Грецию, и Бенуа вспоминал, что была такая жара. Они одни были туристы в Акрополе, в музеях, и для Серова стало такой радостью, когда он увидел гречанку, написал ее набросок, сказал, боже мой, они правда существовали, правда были эти прекрасные. И когда он начал писать уже «Похищение Европы», он использовал эти черты и рецепты, и вообще-то было очень важно – ноги. Он говорил, что у богини уже ноги были прекрасные, придумка или не придумка, правда существует. И вот саму работу мы на выставке не увидели, она находится в частной коллекции, и обладатели этой работы не позволили ее выставить на выставке, но несколько эскизов, по этому эскизу можно составить представление. И вот этот бык, который прорезает просто холст, и вот этот динамизм еще подчеркивает и дельфин, и как этот бык поворачивается в сторону похищенной Европы и, кажется, вдыхает ее аромат, и она тоже не особо против, что это случилось, какими цветами она украсила его сказочные рога, и вот те самые ноги, о которых говорил Серов. Портрет девушек, не можем с вами, к сожалению, считаясь на четыре, мы с вами остались бы, поговорили бы обо всем. Серов, когда становится знаменитым портретистом, уже тело чести, конечно, заказатель его портрет, и к нему приезжает княгиня Орлова, Ольга Орлова, урожденная Белосельская-Белозерская, которая славилась тем, что она лучше всех носила наряды в Российской империи и веселей всех жила. Она могла день провести в Лондоне, другой в Париже, третий в Москве, четвертый в Петербурге, пятый в Риме и так далее, и так далее. И вот она приходит к Серову, заказывает свой портрет, и когда уходит, дочь вспоминала, потом три дня не могли проветрить комнату, все духами пропахло. И когда она спускалась и садилась в свой экипаж, Оля выглянула в окно и клумбу только увидела, только шляпа была громадная. И у нее был девиз «Все, что я делаю, хорошо, и делаю я все то, что захочу». И вот, собственно, такой ее и написал Серов, этот Саболи, Саболи-накидка. Эта шляпа, она очень обиделась, она сказала, шляпу другую нельзя написать, сколько я ради шляпы у вас писал. Посмотрите, эта шляпа, кажется, что сейчас она упадет, разобьет эту вазу. Кажется, что она этой туфелькой прорежет стол. Обрезанная картина – это какой-то, видимо, библейский сюжет. И портрет получился не самый плохой, но ей не понравилось. И она сказала, а я его продам в музее. Серов сказал, да, пожалуйста, что хотите, то и делайте, он принадлежит вам. В итоге эта работа оказалась в музее, но выражение «хочу портрет не хуже, чем у Орловой» стало уже именем нарицательным. А если героиня хотела измененный портрет, Серов говорит, так закажите другой. И заказывали. И вот Ольга Орлова заказала еще одну свою работу, что я не знаю, осталась ли она довольна ей или нет, но этот портрет работы Серов тоже есть. После того, как был готов портрет Орловой, точно такую же работу захотела книга Нищербатова. Дивный особняк возле американского посольства. Серов начал работать, а он жил в Ваганьковском переулке, неподалеку от Румянцевской библиотеки, от библиотеки имени Ленина. И как-то он ехал на извозчик и сказал, не перепутайте, пожалуйста, Ваганьковский переулок, а не кладбище. И не было телефона. И когда по каким-то причинам он опаздывал на сеанс, что случалось очень-очень редко, сын шел и звонил и говорил, папа, а извиняется, он не может, он немножко опаздывает. И вот наступает 22 ноября 1911 года. Всю ночь перед этим Серов провел в особняке Остроухова в Трубниковском переулке, смеялись, шутили. А незадолго перед этим у Серова родилась девочка Наташа. Вот он с ней нянчился, утром приносили. А потом он должен был идти к княгине Щербатовой работать, и она ждет Серова, которая славится своей пунктуальностью. Нет и нет, нет и нет. И раздается телефонный звонок. И детский голос говорит, папа извиняется, папа не сможет сегодня прийти. Папа умер. И вот эта последняя работа Серова, которая осталась незавершенной, но мне кажется, что и здесь проявился гений художника, и нужно ли какое-то завершение. Мне кажется, что она настолько прекрасна. И вот так все закончилось в судьбе этого удивительного человека. Было ему всего 46 лет. Вот посмотрите, от девочки с персиками, вот концепция выставки, от девочки с персиками до Ида Рубинштейна, она закрывает выставку. И мне кажется, так сложно поверить, что это сделал один человек. А когда мы ходим по трём этажам этой выставки, да и не где-то этой выставки, вообще смотрим работы Серова настолько разные, и пейзажи, и портреты, и масло, и темпера, и акварель, и всё, что... Это просто невероятно. Выполнило своё предназначение. Сравниваю с Моцартом. Моцарт прожил вообще 35 лет. Серов прожил 46. И когда мы работаем в архиве, то такие трогательные телеграммы словами не выразить тяжесть, потери. Игорь Стравинский. Телеграмма от Сергея Дягилева. И вот так выглядела могила Серова в Домском монастыре. Не знаю, почему её перенесли потом на Новодевичьев, потому что микрополь-то сохранился частично. Но вот зима, январь, ноябрь 2011 года. И вот так закончилась судьба. А сама история, конечно, продолжается. И продолжаться она начала сразу же после его ухода, когда открылась первая такая громкая его выставка, где были представлены все работы. И вот отправившись на выставку сюда, вы увидите палитры Серова, где видно, как много тёмных цветов. И даже удивительно, как получались такие отрадные картины. А вот фотография семьи Серова, Ольга Фёдоровна, которая пережила его намного. А так выглядит семейное захоронение Серовых на Новодевичьем кладбище. Это могила самого Александра Александровича. А здесь много-много табличек, где все его потомки. Могила, между вами, Станиславского. Такой серовский, можно сказать, его называют вишнёвый сад, потому что могила актёров художественного театра. Но это был и круг Валентина Александровича, и посему, можно сказать, что это такой и серовский сад. На этом я вас хочу поблагодарить за ваше внимание. Много информации есть на сайте Игоря Боленский, в том числе и о Серове, и на моей странице в Инстаграм. Так что, если вы захотите освежить какие-то истории, произнесённые здесь. И, конечно, я вас приглашаю в путешествие. У нас такая плотная весна. У нас всегда весна наступает раньше, когда в Москве ещё снег. Мы уже под солнцем тбилисским, нереванским, стамбульским. Так что буду рад вас всех увидеть. И для тех из вас, кому интересно, есть книги о Серове. Пока книги нет, есть о Перасмане. Ну и ещё несколько моих книг, и, если вам интересно, с удовольствием их подпишу. Благодарю вас. Да, Серове уже обязан. Спасибо вам большое. Спасибо.